А спонсором этого выпуска является группа Свободный континент. У этих ребят, кстати, конкурс проходит на самое мужское фото. Так что быстро сфотались, отправили и получили приз. Ребята-то надежные, да и ссылочки в описании. Подписываемся, друзья! Ну что же, здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Я вас всех реально очень поздравляю с тем, что нас уже 35 тысяч подписчиков. И если у вас миллион, вы могли бы расстроиться и сказать, как вам тяжело жить, а когда у вас 35 тысяч подписчиков, у вас все только начинается. И я действительно рад, что вы с нами. И огромное спасибо тем, кто с нами с самого начала. Мы, собственно говоря, и работаем, и трудимся только для вас. И пытаемся показать какие-то хорошие вещи. Ну и давно не было какого-то такого интерактивчика, да, скажем так. В котором мы могли с вами пообщаться, получить ответы на интересующие у вас вопросы. Ну и, собственно говоря, ответы на ваши вопросы. Максим спрашивает, будет ли тест лакшери машин, а то все трэш, GDM и другие маленькие машинки. Хочется огромных валких ведер. Ребят, вы даже сами не представляете, сколько есть true GDM-ных лакшери каров, которые, в принципе, есть у нас в Красноярске. И мы уже работаем по поводу этого. Не будем забегать вперед, но у нас есть уже одна машина, которую мы хотим вам показать. И, возможно, скоро она выйдет. Что с 04 с овощем? В последнее время это самый такой очень громкий вопрос, что с ним будет. Возможно, будет еще, может быть, одна-две серии, но это все будет в скором будущем. И проект будет завершен, потому что нет такого большого отклика в аудитории. То есть, как бы, его очень мало смотрят. И мы не видим его смысла дальше вести. Да, будут дальше проекты с Жигулями, безусловно. Потому что Жигули это наше все. Это весело, это дешево. И за это не надо, мать его, много платить. И, в принципе, ответственности никакой. Бросил, сжег, оставил, все нормально. Так что все в порядке БК. Будешь ли тестировать автоваз, к примеру, 2107, 2114? Нет, я не вижу смысла вообще в каком-то роде тестировать эти автомобили. Потому что, ребят, вы все прекрасно знаете про них. Какие-то их модификации возможны. Типа турбо-четверка, либо там турбо-четырка, либо что-то такое же на дросселях. Это интересно посмотреть. А смотреть это в другом свете, ну, я не вижу никакого смысла. Хотим Весту, пишет Артем Корч. Веста, возможно, будет. Но, когда у меня пукан по ее поводу остынет, тогда она будет. Чтобы как-то более-менее объективно посмотреть на эту тачку. Хотя, мнение не может быть объективным априори. Поэтому я не вижу никакого смысла. Но Веста будет, Веста будет. Так, как я отношусь к Рауну 131 и Маркам в 70-м, в 81-х кузовах. Да нормально я отношусь. У него сама был 81-й Марк. Офигительная тачка. 131-й Краун. Просто идеальнейшая платформа для какого-то VIP-стайла, либо True GDM прям жесткого. Интересные машинки. И они еще раз будут на нашем канале. Потому что, опять же, не буду забегать вперед. Потому что у нас есть очень интересный 81-й Марк атмосферный. И 71-й Марк атмосферный на 3S GE BIMS. И, возможно, мы их возьмем. Как насчет Honda Fit, спрашивает Алексей. Honda Fit будет. Я вам прям обещаю, будет Honda Fit и непростая Honda Fit. Останемся на этой ноте. Скоро зима. Как насчет зимнего дрифт-проекта? Только не тазика. Идея очень неплохая. Идея, скажем так, тачки, которая поедет, там, не знаю, какие-то соревновательные, да, масштабы. В принципе, для зимнего дрифта изне тазиков можно использовать такие тачки, как любая очень старая Corolla, Karina заднеприводная, да. Либо та же самая 86-я будка Corolla. Да, очень хорошие тачки. Но, видите, здесь бюджеты. Очень большие бюджеты. То есть, несоизменимые с бюджетами Жигулей. И в этом уже есть проблема. Дело в том, что купить хорошую резину, да, то есть тот же самый Continental Ice Contact, да, с шипами БДшными, это уже где-то 13 размер стоит около 12-15 тысяч рублей. То есть, только на резину большие затраты. И тут уже нужно думать. Ну, наш канал увеличивается, наши бюджеты увеличиваются. Соответственно, наши проекты будут становиться лучше. И в этом нет ничего такого. Так, какой цвет будешь красить лавр? Я еще этого сам не знаю, если честно. Так, что у нас дальше? Будет ли обзор на Arista? Дело в том, что у нас в городе была одна очень хорошая Arista, белая, на Turbo 2GZ. И, в общем-то, мы пытаемся связаться с ее хозяином и запилить на нее обзорчик, потому что пилить на стоковую Arista, ну, нет никакого смысла, она скучна. Это обычный большой диванище, который не так уж круто и рулится. То есть, нужно пилить тест на эту тачку именно в том оплав, когда она уже доделана, и когда она уже законченным проектом является. Дай угла, бро! Обязательно! Обязательно это сделаю! Так, где же у нас тут еще отличные были такие вопросы? Возможен ли тест Mitsubishi Eclipse? Тест возможен, у меня к этой марке вообще нет никаких, скажем так, против этой марки нет никаких аргументов. Если мы найдем эту машину в хорошем состоянии, то, конечно же, тест обязательно будет. Какие машины планируются на обзор в ближайшем будущем 1-2 месяца? Ребят, дело в том, что мы машины подбираем таким очень странным образом, действительно, под настроение. То есть, пилить обзор на тачку, которая тебе не нравится, либо, скажем так, которой просто сердце не лежит, я не вижу смысла. Соответственно, вы не получите качественный видосик, если будет так. Поэтому, ну, какой-то определенной программы на этот повод нет. Будет ли дрифт? Конечно. Ребят, ну, что за вопрос-то? Что вы делаете? Откуда такие глупые вопросы? Будет ли дрифт? Конечно, будет. Я вам 100% говорю, он будет. Борода, как насчет легенд 90-х? Е-38, рубль 40, 124. Знаю, в крае есть немертвые варианты. Ребят, в крае есть немертвые варианты, но с поиском этих немертвых вариантов все очень трудно, потому что их очень долго искать, а их хозяева очень плохо идут на контакт. Ну, и, ребят, если, конечно же, нас смотрит какой-то владелец подобного, так сказать, автопрома, свяжитесь с нами. Пожалуйста, мы запилим все в лучшем виде вообще. Как 7 на 8. Так, что, 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 что? Почему ты решил заняться автовидеоблогингом? Ребят, я не считаю себя никаким блогером. И как там, как бьюти-блогеры, блогеры, что-то там, еще какие-то есть там, автотест-драйвером, я себя таковым не считаю. Как вы видите, с последних видосов мы начали говорить о том, что у нас такое наше маленькое шоу. Дело в том, что мы, скажем так, двигаемся абсолютно в своем направлении и никаким родом не пересекаемся, скажем так, с таким уж видеоблогингом. Поэтому это спорный вопрос. Почему я решил заняться этой всей темой? Ребят, да потому что мне это очень интересно и мне это доставляет массу удовольствия. А как вы знаете, если дело такое есть, им нужно заниматься. Так, что у нас тут еще? Как на жизнь зарабатываешь? Какие вопросы-то, а? Нужен князь Владимир, ребята, вам тут кто-то продает князь Владимир. Ужас какой-то. Бесовщина какая-то. Так. Хотелось бы тест довольно редкого Ниссан Сима, ну или Цима, как удобней. И так, так, так. И не хотелось бы что-то там про проект мертвого БМВ либо Баварца, гнилые ведра и все остальное. Ребят, если бы мы хотели поднять свои рейтинги конкретно, скажем так, да, то есть есть каналы на этой большой площадке YouTube, на которой, ну, скажем так, основные видосы набирают очень мало просмотров. Да, то есть эту хрень никто не смотрит. Потому что плохое качество, например, либо ведущий как-то о себе ведет или говорит какие-то неправильные слова, да, и есть такие, есть такая тема. И у этих людей, например, есть какой-нибудь проект гнилого Баварца, который собирает миллионы просмотров. Это ни для кого не секрет, что та же самая Е-34 намного популярнее Марка II, да, и это будут смотреть. Это ближе к западной части России. А как вы знаете, население на Западе намного плотнее. Если бы мы хотели рейтингов, да, каких-то жестких, там, чего-то еще, мы бы пошли, купили какой-нибудь рубль сорок, и все. И вот хлопали бы видосики о том, как у нас ломается стартер, и коробка уходит в аварийку. Но нам это не интересно. У меня никогда не было европейской тачки. Честное слово, у меня никогда не, ну, то есть, тазы не считаем, это не европейская тачка, это таз. Вот. У меня никогда не было европейской машины. И я сейчас, да, каким-то образом, возможно, после Лауреля, возможно, после Лауреля, я как-то захочу, смогу, либо наступлю полностью ногами в жир и куплю ту машину, о которой я очень давно мечтал. И это пока секрет, какая-то машина, на самом деле, потому что, ну, потому что не хочется вскрывать все свои карты. В общем, возможно, мы пересядем на европейца. И это будет сугубо мнение человека, у которого никогда не было европейской машины. То есть, я первый раз столкнусь с этим дерьмищем, мать его. Так. Что тут дальше? Что тут дальше? Опять же, те же самые выпуски про четверку, позитивные видосы, где находится Бунгара. Значит, ребят, объясняю, если вы с Красноярска, это самая гора, их две. Одна находится на правом берегу, рядом с ТЭЦ, гора Диван. Вторая гора находится на улице Биатлоны, где Сибирский федеральный университет. Но, ребят, в каждом городе есть такая гора, потому что молодые, юные таланты должны размножаться. И поправлять, так сказать, демографическую ситуацию в стране. Так что, это вообще, мать его, это стратегически важные горы. Понимаете? Это те горы, которые живут, работают, скажем так, на благо Родины. Итак, ребят, вопрос был насчет того, какой институт я закончил. Я закончил Сибирский федеральный университет, инженерно-строительный институт, факультет промышленного городского строительства. Так что, вся вот эта инженерная тема мне очень близка. Ну что же, ребят, я думаю, ответы на вопросы у нас, так сказать, закончились. И хотелось бы перейти к завершению. Я еще раз выражаю вам благодарность, огромную, ребят, что вы нас не бросаете. Есть люди, которые покупают наши наклейки и поддерживают нас в нашем легком деле и строительстве нашего лауреля. Огромное вам спасибо. И, блин, я даже, я просто, знаете, вот когда 35 тысяч человек, вы представляете, сколько это? 35 тысяч человек. Это огромное количество людей, которые, блин, тебя смотрят. Я даже чувствую ответственность за этих людей, за тот контент и пытаюсь, пытаюсь его улучшить с каждым выпуском. Ребят, мы с вами. Ну, а с вами был дядюшка Борода. До скорой встречи. Всем огромное спасибо.